всем привет очередное мое видео из серии ремонта обуви на дворе июнь месяц уже концу подходит а вот один из моих заказчиков принес сапоги воистину что называется готовься не летом что мы тут имеем имеем мы такую проблемку тресного подошла причем на обоих сапогах на одном немного а на втором насквозь так что трещина вышла на боковую линию что в этой ситуации буду делать ну первым делом я сниму весь протектор так как он мне будет мешать клеить профилактику и ремонтировать подошву вот на одном сапоге я это уже сделал я снял протектор и выбрал в подошве такую полукруглую канавку вот этот радиус радиус довольно большой выбрал я до самой несущей стиль здесь все равно была трещина причем трещина начиналась вот от этого края и вышла полностью на боковую поверхность переломался даже rant вот хорошо видно что я буду делать подошвы делаются из разных материалов в том числе и скос кожеволона кожеволон это волокнистая резина из нее делают подошвы дамских и модельных туфель представляет она собой такую плотную не пористую резину толщиной 2,5 и 3 миллиметра вот я уже подготовил такие детали которыми я буду закрывать эту трещину сейчас эта деталь уже намазана клеем и и готова к тому чтобы ее приклеить так первый сапог уже заклеен и зачищен и выглядит это вот таким образом серый цвет это у нас кожеволон а черный это родная подошва теперь я буду его намазывать и клеить профилактику клей для резиновых для кожеволоновых подошв я использую наэритовый хоть он и менее прочим чем десмокол но с резиной склеиваем ассуна эритового клея намного лучше и работать с ним довольно удобно он не так быстро высыхает не мне с ним привычнее работать мажу и от центра краем для того чтобы не запачкать кожу и для того чтобы края были все тщательно промазаны поэтому от центра к краям вот сапог намазан сейчас я намажу профилактику и оставлю на 20 минут сушиться вот я уже заклеил второй сапог заклеил кожеволоновую вставку теперь мне нужно обточить но прежде чем обтачивать я срежу часть материала чтобы было меньше точить срежу сначала по краям теперь буду срезать снизу тут главное аккуратно срезать чтобы не оторвать край детали которые еще намертво не схватилась вот как раз у меня уже нагрелась профилактика стала эластичной технология термоактивации не требует нагрева обоих поверхностей но я обычно ответственные детали вот такие как здесь подогреваю и вторую поверхность не очень сильно так чтобы клеить чуть-чуть начал белеть температуру я часто проверяю поднеся нагретую деталь к щеке если слышно тепло на щеке значит деталь нагрета до нормального состояния до нормальной температуры и вот теперь я прижимаю профилактику со всех сторон пока она горячая куда ее обрезать и оттачивать вот последняя профилактика уже приклеена сейчас я буду обрезать она еще теплая обрезаю вот таким вот прямым ножом в теплом состоянии профилактика режется очень легко и с другой стороны в сапожном деле есть одно правило сапожными ножами работают только от себя если работаешь к себе то обязательно это нужно делать на доске так как сапожные ножи очень острые если это нож сорвется то травмы будут не детские все всем спасибо смотрите мое видео на канале альфишер комментируйте подписывайтесь всем до свидания